При былых оказывают какое-то. Когда уже прибылые подросли и волчица допускает их, то они держатся на расстоянии. Когда волчата маленькие совсем, и мать их кормит молоком, еще кроме волка и самца же никто не допускается до логова. А потом постепенно, постепенно, опять к осени складывается эта группа уже в стаю, где эти малыши начинают приучаться к промыслу. Также у борзых тоже то же самое. То есть влияние сверху семьи имеет место быть. Аксакала не контролирует ситуацию. Да, да. Не только, я просто наблюдал, допустим, такие вещи, лидер в группе, вот, Хортых. Да, он и для псовых тоже был авторитет. Это был кобель степной породы, который во время охоты, во время работы шел и наблюдал за всей группой. То есть он шел на скорости вместе со всеми, и все. Допустим, вот два кобеля неопытных, молодых, псовых, словили сайгака. Никак не могут его свалить. Каждый взял по месту и тащит в разные стороны. Он, значит, топчется копытами, отдавил им уже лапы, все, борьба идет никак. Этот лидер, заметив это дело, подлетает, хватает сайгака за голову и кладет этим. И идет дальше. То есть он не останавливается. Он этим положил, он пошел, и он видит, там другие работают другого. Он, значит, подлетает туда, и так вот он трех сайгаков помог взять в группе. Вот такие вот взаимодействия были. То есть я это наблюдал, и, конечно, эту собаку только можно уважать. Это он учил. А вот среди волков, скажем, разбор конфликтов. Ну, допустим, вот они начали выяснять отношения. А как бы позиция родителей, она стороннего наблюдателя или как? Говорит уже о волке. О волках нет. Значит, у волков в группе, допустим, вожак, на самом деле, он несет очень большую нагрузку психическую. Он старается, во-первых, погасить драки и конфликты в группе. То есть если это слаженная стая не случайная, а выросшая, то есть семейная. Он следит также, вот по нашим наблюдениям, чтобы за всякими периферийными этими вещами, допустим, даже во время кормежки. И полностью контролирует ситуацию. То есть не даже наедаясь так, как наедаются другие, вот допустим, которые имеют, допустим, вторые номера за ним, если он номер первый. То есть такая же вещь существовала вот в этих волчьих стаях, в группах, за которыми мы наблюдали. Причем, когда уже возрастные вещи пошли, то вожак настолько, видимо, имел вот эти нервные затраты, что, в общем-то, он умер-то он первым в группе в этой. Хотя был очень сильный, крупный, красивый волк. То есть вот он настолько имел вот эту нагрузку всю, руководящая работа, его, как говорится, ну, на несколько лет раньше, как говорится... Умер на работе. Да, умер на посту. Вот, но это было своей смертью, его не загрыз, никто это чисто все... Он даже старенький был во вторых детях. А? Старенький был во вторых детях. Да, но он, я бы не сказал, что он умер старым. Там на несколько лет его пережили, его даже однопометники, там братья по... Рождению по всему, они на несколько лет его пережили, дольше. Они так не напрягались, как он. Жили для себя. Жили для себя, да. Они больше жили для себя, то есть они там не были лишены этих благ и... Не так, как говорится, себя растрачивали. Дарик, а скажите, вот, скажем, мне вот все-таки интересно, конфликт возникает внутри группы. Значит, вне определенной позиции каждый год не занимается. Да. Жизнь перестала. Вот. И роль лидера. Роль лидера это не только там, как говорится, борьба за лучший кусок там, за самку там и прочее. Это, как оказывается, это очень тяжелое бремя, не под силу всем. Это действительно для этого, в общем-то, родятся на самом деле. И, в общем, по многим таким качествам, конечно, они бывают просто, ну, незаменимые. Может распадаться группа, если лидера нет там. Он вмешивается в борьбу внутри группы? Обязательно. То есть, как бы он еще и порядок подтягивает? Он гасит конфликты, в принципе. То есть, вот эти, если это сложившаяся группа, вот, возрастная, то он гасит конфликты еще. То есть, внутри группы. Мало того, что он со внешней средой должен отдавать оценки, что называется, моментальные. И оценивать ситуацию, чтобы избежать или, наоборот, атаковать. Кроме этих вещей, там масса всяких вариантов. Внутри? Внутри группы, да. Чего? Она, кстати, уже закончилась. Да, спасибо. Мы еще. Что такое? Что такое? Вот тот, наверное, кобель. Вот того держи кобеля, тот побельче. Какой здоровый такой. А влевый, когда ржет. Куда же мы к бляде езжали? Сейчас, сейчас. А, не знаю, к хозяину. Пошли, к хозяину. Угу. Куда она, к хозяину? Она никуда не уйдет от него. Слушай, подождем немножко поближе. Подождем, давай. Вот этот, вот, 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 вот. Это звука, Саша. Вот кобель, вот. Маленький, вот он отдельный. Слева, слева? Да, 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 слева, вот он сейчас. С белой мордой. Да, 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 вижу. Вот я сейчас покажу эти костные мозоли у меня. Смотри, вот он. Елизаревский баранец. А он? Вот он, да. Себя, он не нашел. И как там сипит. Он не метит. Сыпен, бед? Еще, он не метит. А, извините. А, извините. Вот его, этот молодой особенный сипит. Есть такое понятие, как метит. Я, 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 я. Видишь, смотри, ах, переметит. Я сильный. Такой маленький, маленький. Страшно бывает. Орешек. Самый... Орешек, да. По метке, подожди, он был самый замок. Я раздал практически всех. Но он был такой замок. Орешек. И его неудобно было. Орешек. Орешек. Оставлю. Выберем. Орешек. Орешек, тигрита и крутик. Орешек, тигрита и крутик. Одна группа. А мы снимали, значит, у них такая суперсочка. Это, значит, с цыганок-трепышкой, которая включается по поводу цыганка. По поводу, да, цыганка. По поводу, да, цыганка. Символные грёвки. Символные грёвки. Ну ладно тебе, чё ты гавка. Сальзамом и другими, с которыми придётся видеть муром. Сань, с ними, ну как, сходи вместе. Ну, я беру... А вот, они хорошо сейчас стоят. На горках я беру, разбор, если уж я по номерам ставлю, но, да, я картиков ставлю отдельно. Имею право, если псовы поставлю. Чтобы обеспечить успех во время работы и ловки, понимаешь, конечно, картиков ловит лучше всех. Лучшие псовы. Грейхунтов, тем больше. Ну там какие-то такие, они тазы-то. Нет, то жалочки. Всё, но то жалочки. Вот сейчас это самое, поснимайте его, потом крупно ногу с этими, с костными мозолями перекушиваем. Вот он сейчас снимает с этой стороны хорошо. Это как раз та нога. Какая? Передняя? Задняя? Задняя нога. Что же вы такие, а, дикарей? Только пушку наставили, что... Ну ничего, давай ногой займёмся. Давай ногой займёмся. Пушиные ноги, которые сращивались аппаратом Елизарова. Вот она. Вот костные мозоли, следы от штифтов и железа. Это нога после драки, которая была напрочь перекушена. Тем не менее, характер не поменялся. Всё равно на своём стоит. Два диплома второй степени. У него с молодых мастеет. А за что даётся первая строчка? По русаку только. Только по русаку. Самый резвый. А кто вовсе? А волчьи дипломы, они отдельные. Это на злобу. Он на ходу уволил. Смотри, вот, вот. Вот, вот, вот. Снимай, на вашем плане прям. Снимай, снимай, снимай. Давай бегай, я тебе вломлю. Говорит фак. Крутяшка, корей. Корей, крутяшка. Крутька, корей, мальчик. Иди, малый. Иди, давай. Док, да. Тут, скажи, на ходу подмётки рвут. Ничего, ещё хвою оболзут. Ну, чего? Что такое? Что такое? А? Да, трюк. Так. 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 Так, так. 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 Красавчик. Так. Аккумулятор? Кассета Снимай, снимай Хорошо, что не поленились